Так, 7 октября 2024 год. Сделаю еще одну запись. Задали в комментариях на такой вопрос. Как вы видите поражение России? Вопрос не праздный, потому что сам себе напомнил, что когда 9 лет назад, в октябре 2015 года, я написал, что Россия будет первой страной в мире, которую села боль, я имел в виду, что Путин доведет Россию до цигундера в материальном смысле. Но по факту я сейчас вижу, то есть как бы надо отдавать себе отчет в том, что россияне, очевидно, по итогам этой войны, совершенно не чувствительны к материальным потерям. Они хотят видеть свою страну великой, и величие подразумевает, как умение нагнуть других, заставить их по-своему жить, по своим правилам, по своим законам, по своим, ну по-своему, в общем так. То есть даже лучшие представители, я только вчера об этом запись сделал, женщина, которая весьма уважительно относится к этому, как одной из умнейших, она говорит, я не могу за Курск, то есть я не желаю поражения о своей стране, она про Курск говорит, да? То есть я не понимаю, как человек интеллектуально развитый, может не понимать, что ты, то есть как бы, ну, твоя страна третий рейх, ну, в вашем случае четвертый. Ты желаешь победы, там, гитлеровцам под Сталинградом? То есть что за гребанный бред? Ну ладно, неважно, как есть, так есть, будем смотреть фактом в глаза. Если говорить, как я вижу поражение России, то тут надо, наверное, скорректировать. Поражение России, Россия, ну, то есть я наблюдаю поражение России. Россия была там еще 300 лет назад, да? 150 лет назад территория подконтрольной России была 150, подожди, 150, 23 миллиона квадратных километров, сейчас это 17 миллионов квадратных километров, да? То есть огромные территории России уже потерял. Продала, раздала, отбились там финны, отбились поляки, отбили, да? Помним, походу, Тухачевского, помним там, как Сталин, Сталин, Гитлер, кто-то вообще через дефис надо говорить сейчас. И на Финляндию пошел с зимней войной, чем закончилась. В общем, в любом случае Россия усыхает, я же говорю, это как шаурма, отрезается, отрицается по кусочкам. Конкретно, как я вижу, я думаю, что финансовые негоразды, то есть в конечном итоге, там, понижение цен на нефть, неспособность России воспроизводить оружие даже уровня Советского Союза, приведет к тому, что Россия будет неспособна, Российская Федерация, точная, будет неспособна вести агрессивные войны, такие, как она вела там с 91-го года. Относительно там в Армении, Азербайджане, там засветилась помощью армян, правда? В Молдове, так было, да, в Грузии, в Сирии, в Украине. То есть просто не будут на это, вот сейчас уже там советские запасы исчерпываются. Сейчас уже говорят, половина снарядов, которые по нам прилетают, это, блин, северокорейский снаряд. То есть уже не может, не в состоянии Россия, с Российской Федерацией воспроизводить необходимое количество оружия, для того, чтобы вести агрессивную войну. Достаточно, то есть у нас за год, год уже наступление идется, да, 40 километров продвинулось вперед Россия на Донбассе. Здесь, где я, там, подработина, вообще никак не продвинулась, как стояла, так и стоит. То есть я думаю, что в конечном итоге просто какие-то люди там, я не знаю, была же у нас там Уральская республика, была у нас Татарстан, да, президент был в Татарстане. В какой-то момент, я думаю, просто ребята скажут, даже не из-за денег, просто им захочется по местному больше власти. А Россия не сможет этому никак противоставить, ну не сможет, и против Татарстана там, ну не сможет Казань опять сжечь и вырезать, как Иван Грозный вырезал Казань. Россия уже не сможет, Москва уже не сможет так вырезать Казань. Вот и все. И то же самое с Дальним Востоком, и там уже будет не до Украины. Я думаю, так, все бы до Украины.